всем привет с вами онлайн школа education меня зовут елена и сегодня поговорим о ключевание я открыла доп сток как мы его называем на русском языке векторы и хочу сейчас найти какое-то изображение простое четкое и понятное для того чтобы проанализировать как автор его проключевал ну например выберу вот эти цветы и посмотрим на ключи и открою еще одно изображение подобное открою в другом окне это же цветы например вот эти это же откроем ключи и сравним для того чтобы покупатель нашел наше изображение мы его атрибутируем назначаем ему название или описание и ключевые слова или ключевые фразы давайте посмотрим мы видим акварельные цветы это набор в основном красная гамма красный цвет автор использует и сейчас посмотрим как автор проключевал это изображение ключей достаточно мало стук дает нам возможность назначить до 49 ключей нужно пользоваться этого этой возможностью на полную потому что каждый ключ это новый шанс попасть в выдачу покупателю цветы и растения паттерн но наверное автор имел ввиду что из этого изображения можно сделать паттерн потому что это же не паттерн или это ошибочно сюда ключ попал природа весна хорошие ключи зеленые розы растения на белом фоне 7 лес это скорее всего по ошибке сюда попал ключ потому что это может вводить заблуждение покупателя это не является паттерном и тем более это не является бесшовным паттерном ключи хорошие есть пара ошибок и ключей достаточно мало давайте посмотрим а как же другой автор проключевал свои цветы ключей много скорее всего их здесь 49 или около того о чем же она говорит автор тоже набор природа весна лето приглашение что нам сразу бросает бросается в глаза что изображено на нашей картинке мы отвечаем на вопрос что или кто это цветы это природа розы розовые красные можем дать конкретные названия цветов дальше о чем еще мы должны сказать какой то столгами сделано наше изображение например это красные или синие они могут быть пастельные не могут быть яркие они могут быть монохромные мы можем дать в ключах обозначение нашей цветовой гаммы наших цветов посмотрим говорит об этом автор нет да мы видим розовый зеленый что еще важно сказать для того чтобы покупатель нас нас нашел чтобы как можно точнее конкретнее попасть в задачу покупателя мы можем сказать какой стилистике относится это изображение это стилизация под акварель хотя мы знаем что это вектор мы можем написать что это простое упрощенное изображение например флэт или скетч или дудл какие то такие будут ключевые слова давайте посмотрим в ключах если до ручное рисование дудл да то есть автор обозначил стилистику этого изображения в ключах о чем еще нужно сказать ну например нужно сделать предложение покупателя а для чего бы он мог использовать это изображение для чего мы его нарисовали мы понимаем что раз это цветы это могут быть какие-то свадебные приглашения открытки поздравительные открытки пригласительные просто какой-то весенний летний постер мы так и можем написать в ключах что это может быть открытка вот автор написал карт шаблон свадьба такие ключевые слова которые нас отсылают к тому для чего же покупатель может использовать это изображение ну да конечно обязательно указать что это коллекция набор что это изолированное изображение на белом фоне композиции и так сравнивая описание этих двух изображений мы можем сказать что одно прекрасное изображение и второе прекрасное изображение мы проанализировали и поняли что важно что второе второе изображение про ключевым более эффективно то есть оно попадется покупателям в большем количестве тем в большем количестве заданного поиска и так мы можем сделать вывод о чем же очень важно сказать в ключевых словах мы себе как бы внутренне задаем вопрос и отвечаем на него в ключах и так вопросы кто что какая цветовая гамма какая стилистика какие материалы использованы и для чего мы предлагаем наше изображение вот это наверное основной основное что можно ну что нужно описать в ключах а с вами была онлайн школа education не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на наш канал всего доброго